Обычно это устроено в государстве так, что с насилием борются правоохранительные органы. Наши правоохранительные органы борются, я не знаю, с чем они борются, борются за расширение своих карманов, я не знаю, чем они этим не занимаются. Поэтому, естественно, возникает в обществе, рано или поздно возникает некое движение, которое берет эти функции просто на себя. Поэтому я не могу их осуждать, этих людей, и я всегда буду их поддерживать, при том, что я не буду призывать к этому других. Как бы насилие мне никогда не нравилось, но когда я начал в этом во всем участвовать, я воспринимал как необходимость. Сейчас я этого не воспринимаю как необходимость. И плюс многие люди, которые занимаются этим, они, не знаю, многим мне просто кажется, нравится драться. И, ну, возможно, все равно с кем драться. Просто им нравится бить кого-то, идиот. Многие бьют в антифашисты. То есть достаточно мало людей, которые именно из-за идейных соображений это делают. И то, что я понял, то, что человеку, который уже собирались взгляды свои какие-то на жизнь и что-то еще, то есть там, бон он, не бон, то есть ему тяжело что-то объяснить, а пизделив его раз. Ну там, или сколько-то. То есть, ну, это надо, как бы, объяснять больше. Я девушка, я, в принципе, объективна, я слава. Я не могу при ней использовать силовые методы, но я считаю, что с ними нужно бороться только силовыми методами. Хотя, в принципе, я не могу. Я считаю, что нужно делать согласие группы, как-то, блин, об этом говорить, афишировать это все дело в своих песнях. Нужно ходить на митинги, на акции, нужно делать листовки, нужно просто показывать людям. Делать разные фильмы, передачи, просто показывать людям, что так нельзя. Разные исторические фильмы, которые показывают, что воевали против фашизма не только русские, славяне, а и дагестанцы, и чеченцы, там, украинцы, там, белорусы, все, все воевали против фашизма. И что фашизм плохо. Я приемлемо в любви действиями борьбы с фашизмом, использую те, которые на данный момент просто, ну, возможно. Я использую, стараюсь использовать любви. Я использую пока только пропаганду, то есть я пытаюсь объяснить человеку на словах. Мы приемлемо все методы, какие только могут быть использованы в этой варьбе. Пропаганда, листовки, газеты, непосредственно давать пизды, резать. Если тебя валит, можно, в принципе, и в какой-то степени увидеть. Любые методы, которые помогают борьбе с машинами. Все это насилие, то есть насильственные методы, физическое противостояние балахэдам. То есть стать у них на пути, когда они маршруют по улице с моего города. Если я его вижу там где-нибудь в метро или там в автобусе фашиста, я, естественно, мимо ним не пройду. Я считаю, что фашизм радикально все-таки. Всякая там писанина, либеральный фашизм, он ни к чему хорошему не приведет. Также я считаю, что антифашизм не может быть аполитичным по определению со мной. Потому что мы занимаемся все-таки делом таким. Кто бы что ни делал, как может, после того момента агитации, просто банально своей идеей, после того, что он сам неприемлемый в этом фильме. Но лично я использую метод прямого действия. Я и мои друзья, мы всегда, мы неприемлемые фашистов в своей среде. Мы готовы всегда приводить конфронтацию. Радикально им, бля, по голове нахуй хуярить арматурой. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Приемлемо это, по классике, это реакшн, это насилие. Вот, а использую обычный бытовой антифашизм, то есть всякие базары на кухне, вся хуйня. Стараюсь открыть глаза обычным людям, что хачи, это не кавказец, там любые охраны, а хачи, это кавказские гопни. То есть общение, общение, общение. Ищу, выкладываю фотографии в интернете, ищу информацию о них. Ну, иногда, я не знаю, занимаюсь обычным антифашизмом. На мой взгляд, фашистов, вот, я в этом уверена, я не просто так таскаю с собой нож в кармане, как бы, их надо резать. В общем, резать молча, из-за угла, неожиданно, и, блядь, в жало, на самом деле. Не толпой там, как вот они делают, а просто тупо подойти, воткнуть нож, блядь, в сердце. Потому что, на мысле, такие люди не должны существовать. Я состоял в мобе, например, мы ездили, там, накрывали периодически, там, каких-то правых людей, то есть, еще что-то, вот. Часто накрывали неправых, там, потому что, понимали, что они правы. То есть, я считаю, что это тоже очень важный аспект, что, ну, нельзя бить человека, если ты не уверен в том, что он правый. То есть, лучше не избить кого-то, чем избить. То есть, ну, чем избить не виноватого. До поры до времени, это, прежде всего, это творчество. До той поры, пока нацисты просто ходили, там, да, где, там, у себя в дворике, глубоко, нашпелившись, хайляли, пили пиво, это не было опасно. И против этого можно было действовать песнями, книгами, музыкой, там, творчеством, сайтом, всем, чем угодно. Точным движением этого можно было сопротивляться. Но в тот момент, когда зашло дело, да, уличное сопротивление, да, когда мы стали жаловаться банки, что нас на улице избивают, когда мы стали жаловаться с детям, нас на улице избивают. Барни, вы же анархисты, вы же анархисты, вы там, коры, попробуйте, сделайте что-нибудь, ну, так не можем жить. Вот тогда, да, вот, барни все собрались, как подумали, и поняли, что по-другому действовать уже нельзя. То есть любые разбитые щиты, это минус один фашист. Трое разбитых щит, это чуть ли не минус маленькая группировка, состоящая из пяти человек. Двадцать разбитых щит, то есть большой прыжок, это вообще провал для него российская агентация любого города, когда у них, когда у них, и парни там в большом количестве, там терпим большое поражение, да, они уже начинают думать, что просто так, там, с кемтиком, да, по городу ходить нельзя, как вверху сейчас. Я просто пока еще у меня не было случая, где я могла бы применить физическое насилие, ну, тупо моя комплекция, мы еще не вызывали. А, боже, все методы какие, попадаются под руки, это дубинки, арматуры, ножи, пистолеты, ноги, руки шкабаря пьяного, бутылки, розочки, не знаю, каким еще. Так, составы обычно человек, ну, 18-20 чаще и больше, ну, не бывает. Ну, хотя после каких-нибудь концертов, типа пивного фестиваля или, ну, крупных рок-концертов, можно встретить мобы и человек по 40, но дело в том, что они наполовину все равно состоят из детей, из совсем ребят, то есть, ну, лет по 14, по 16, которые мозги промывают. Таких мы стараемся обычно не трогать, отбираем символику, надаем пиндолей до подзатыльников и скажем, чтобы не шалили. Иначе, иначе, в следующей встрече может быть гораздо хуже. Дракон, вещь быстрая, ну, по крайней мере, у меня. Тут, 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 и что-то так получается, что человек лежит. Сними его еще раз, сними, сними. Сними ее тоже. Да, ги-то. Опа! Детка, ты нам отбегуешь, нет? Ну, провал это убивать кого-то, потому что, причем даже не потому, что их жалко, честно говоря, потому что на убийство это такая, как бы, штука, которая не имеет срока давности, например, да, и если там что-то не так повернется, там, тебя могут за него привлечь, там, не знаю, там, через 5 лет как-то, да, ну, мало ли как жизнь поворачивается. Я считаю, что, в принципе, действия могут быть любыми, потому что это дерьмо используют любые способы, но, в принципе, убивать людей я не считаю нужным, потому что я не хочу, чтобы я и мои друзья уподоблялись этим мразям, которые за несколько лет убили около 500 человек, просто. Ну, то есть не обязательно антифашистов вообще. И я считаю, что их надо калечить, я считаю, если они калечат, их надо тоже калечить. Если они не будут калечить, их не надо калечить. Просто на самом деле надо давать на их действие противодействие, потому что, как бы, просто есть ложа руки и пиздеть в интернете, по-моему, это полная пыльня. Я называю себя, ну, анархи-скинхедом, я анархиз по убеждениям своим жизненным. Вот. Ну и скейнхед тоже, я знаю, что такое моя культура. Вот. И многие, конечно, себя банхедом называют скинхедом, это, конечно, не так. Я буду дальше, там, защищать свою сцену. Вот. Продолжение следует...